Друзья, сегодня ко мне в гости зашел человек, и я хочу спросить у него, зачем же вы ко мне пришли? Да, кажется странным, что я пришел в такое место, в котором до сих пор никаких интервью не брал и сам не снимался. Да, это такой рок-подвал, причем не простой, а в Саратове, в котором все разнообразие неземной красоты для определенного уровня людей, которые этим всем интересуются, которые начинаются с известных маек, в том числе, как на мне, или с бейсболок, которых, как вы знаете, я особенно не ношу, но иногда одеваю. Нет, мы не с теми целями, как московские модники, которые одевают такую бейсболку с длинным козырьком и темные очки, ну, потому что в метро светит очень много солнца, и они как-то пытаются от него уберечься. Нет, не для этих целей, а когда реально работают. Так вот, здесь как раз тот самый антураж, которого так не хватает молодежи. Дело в том, что они хотят выделиться. Но выделиться-то нечем. Знания сейчас дают, но с помощью ЕГЭ вы легко догадываете, многие из вас это прошли, близкие к нулю. Выпендриться на улице нужно, конечно, все-таки иметь папу-миллиардера, но их не хватает на всех. Они стараются, заводят в каждой стране по семье, по пять, по шесть детей, но все равно сперматозоидов на всех не хватает, поэтому богатых миллиардеров папа найти не удается. То есть БМВ, Роллс-Ройс и вертолет личные не всем гарантированы. А вот заявить о себе и рассказать как-то о своих интересах можно. Ну как можно? Как любая обезьяна или райская птичка, которая имеет разные перышки, мы напяливаем на себя разные предметы. Вот я напяливал бейсболку и, соответственно, Харли Дэвидсон. Ну тем более это все-таки создатели этого мотоцикла, а не русские по происхождению. Там был один с деньгами, но он к мотоциклам почти дело не имел. Так вот, способ самовыражения для молодежи остается очень узкий. Знаний нет, богатого худоконечника папы нет. Что остается? Остается как-то ориентироваться на внешний мир, То есть остается ориентироваться на таких же, как сам, и как-то заявить о своих интересах. Заявить можно очень по-разному. Значит, есть способы заявления такие примитивные очень, а есть более изысканные. Когда ты идешь и видишь на девушке майку там, в примитивном варианте там, поцелуй меня ниже пояса. Ну это интересно. Предложение, особенно девушка симпатичная и такая сексуально активная, с такими губками, как у уточки, ботоксными, что очень опасно. А с другой стороны, это ни о чем не говорит. Это репродуктивные формы поведения. А здесь как раз, я бы сказал, более сложное поведение. Смесь мистики, музыки и самовыражения подростков. Вот для этого есть такой магазин. Адрес вы сейчас видите на экране. Здесь есть очень разные вещи. Вот начиная от памятников строителям коммунизма, вот таким, очень симпатичным, со звездой, все как надо, но слегка перевернутый. И кончая чудесными майками, эксклюзивными, сразу говорю, здесь их не целый магазин. Но одна единственная, но тем не менее. Это для любителей бетлов. Поскольку таких групп в дни моей юности было как грязью распутиться, значит, вот эта мурзилка, она как раз полностью соответствует тому, что мы слышим. Но дело любительское. Дело в том, что здесь, конечно, более мистифицированные изображения. И поэтому они начинаются там с маек, бейсболок и носоков, окончая там всякими прекрасными металлическими предметами для дискуссий. Вот в моем детстве это бы просто ценилось необыкновенно. Потому что в Москве были такие развлечения, когда в Таганском районе Москвы выходили стенка на стенку. Но мы были простые. Мы просто распиливали трубу, трехчетвертную ножовку, и так разгибали. Это называлось розочка. Удары получались хорошие. Или доска, в которой это гвоздики набиты обе стороны. Ну, что потом случалось, когда сходятся 30-40 подростков полуумных с такими инструментами, понятно. Вот это намного интереснее. Но, к сожалению, в нашем детстве таких удовольствий разнообразных, как мы видим, здесь не было. А вот в Саратове есть. Но это, опять-таки, это не инструмент смертоубийства. Это инструмент самовыражения, который очень сложно получить в юношеском возрасте. По этой причине я пришел в этот магазин к вам. И хотя вы не медийная личность, а намного более хитрый человек, потому что в медийные личности обычно умные люди не попадают. Ну, вот. Я поэтому и нахожусь рядом с вами. Поскольку именно в этом магазине в ближайшее время появятся мои книжки. Они уже появились. Вот они уже есть. Это морфология сознания. Оба тома. Это нищета мозга, это церебральный сортинг. И даже горячо любимая многими читателями книжка, посвященная изменчивости и гениальности. То есть гениальным людям, мозги которых здесь хорошо рассматриваются. Ну, во-первых, книжные магазины, в которых я был в Саратове, этими книжками не располагают. Почему? Непонятно. Вот вы видите на экране их вывески. Известные, уважаемые магазины. Но книжек там нет. А с другой стороны, может быть, их не так устраивает тематика. А здесь я очень близок. Как видите, здесь вокруг сплошные скелеты, некоторые в наушниках. Сплошные запчасти от людей. Всякие извращенные инопланетяне. То есть как раз, собственно говоря, об этом я и пишу свои книжки. Но только когда это происходит, у людей в головах. Поэтому, уважаемые слушатели, я, особенно те, кто живет в городе Саратове, я приглашаю прийти в магазин, где впервые открылись прямые поставки книг, издательство «Веди» вот в такое замечательное учреждение, адрес которого вы видите сейчас на экране. Этот чудесный прохладный подвал летом как раз очень приспособлен для того, чтобы пообщаться, купить пару маек и посмотреть мои книжки. Может быть, они окажут на вас не менее разрушительное влияние, чем какие-то прыгущие скелеты на сцене. На этом я прощаюсь с вами и желаю вам разнообразных удовольствий и, самое главное, их экзотических сочетаний в этом прекрасном месте. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok